Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашлоп и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива» с вами Юрий Гемельфард. Александр Глушенко. Тут на днях губернатор Магаданской области, это бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов, он сделал интересное заявление в интервью антисемитской газеты «Завтра». Он заявил, что в России никогда не преследовали инакомыслящих, а главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, арестованный, напоминаю, в 1937 году, он не занимался добычей золота на лагерном прииске, мальдяк западного горно-промышленного управления, а напротив он разрабатывал космическую и ракетную технику и так далее и тому подобное. Саш, ты понимаешь, в чем дело? У меня в этой связи возникает закономерный вопрос. Вот не преследовали инакомыслящих, а я почему был вынужден уехать, а почему был вынужден Саше Сотник уехать, а почему был вынужден уехать Аркадий Бабченко, а почему бегут из России по политическим мотивам очень многие. И вот как-то не вяжется это утверждение господина Носова с тем, что мы наблюдаем. Да, он там интересно говорит, что не преследовали даже в царское время. Дело в том, что в царское это время, мне кажется, в наименьшей степени и преследовали, в наименьшей. Даже если мы посмотрим, в каких условиях сидели ссылки или находились ссылки, тот же Ленин, тот же Сталин, тот же Троцкий, которые оттуда регулярно бежали, их там ловили, возвращали назад, потом они опять бежали, потом могли бежать прямо за границу. Вот попробуй сейчас, если ты находишься под надзором, с этим браслетом на ноге куда-нибудь убежать. Там вот бедного Навального, там склоняют по-всякому. Преследуют, впаивают ему срока по уголовным статьям. Нет, конечно, господин Сергей Носов, в России никогда никого не преследовали по уголовным статьям. Только вот все эти загубленные жизни в ГУЛАГе, уничтоженные люди, просто говоря, я вам про вашу область родную расскажу, магаданскую, чего вы никогда не прочитаете в этой черносотенной многотиражке, которую издает господин Проханов, вот это там, она называется завтра или послезавтра, или там непонятно как. Я подчеркиваю, черносотенная многотиражка. В вашей родной области, в вашу родную область было набрано 740 тысяч заключенных. 740 тысяч это население крупного областного центра по нынешним временам даже. Из них умерло, умерло, вы посчитаете смертность, переведите ее на смертность мирного времени, нормального человеческого времени. 120 тысяч умерло от голода, потому что туда невозможно было завести продукты, потому что там очень жесткие условия, суровая зима, очень короткое лето, цинга и все остальное. Там просто не было фруктов, овощей. Да о чем вообще речь идет в ГУЛАГе, о каких фруктах, овощах, там кусок черного хлеба был за счастье. И 10 тысяч расстреляно, причем расстреляна часть из них, расстреляна как доходяги, которых невозможно было привести в нормальное рабочее состояние, как рабочий скот, падеж среди них шел. Другая часть расстреляна за невыполнение, допустим, плана по лесозаготовкам, по добыче золота, для того, чтобы устрашить других. Вот ты норму не выполнил, да, твоя бригада не выполнена. Построили лагерь или лагпункт, из строя вывели бригаду, которая не выполнила план, и расстреляли перед строем этого лагпункта. А остальные там 500-700 человек стоят и говорят, так, ну если мы не выполним план, завтра нас расстреляют. Им хотелось выжить. И самое интересное, что все это, уважаемый господин Сергей Нозов, имеет самое прямейшее, объективнейшее подтверждение. И таких серьезных людей, извините меня, которые прогремели в своей литературной деятельности и в своей научной деятельности, я, пожалуй, на весь мир, да. Это, среди писателей, это самый знаменитый, с его колымскими рассказами, Варлам Шаламов. Кстати, вот сегодняшний ура-патриот его почему-то, наверное, почему-то критикуют, он что-то там утрирует и так далее. Он не понимал, что мы шли в то время, боролись за коммунизм, за социализм. Кому нафиг нужен такой социализм? Вот с этим вот бесчеловечным лицом. Знаменитейшее произведение Елькинии Гинзбург, матери великого русского писателя Василия Аксенова. Но при этом, вы понимаете, ее повесть «Крутой маршрут», кстати, я его перечислил абсолютно недавно, где-то месяц назад. Это страшные вещи. В каких условиях, как жила женщина вот на этих вот, в этих жутких условиях. Вот. Ну и, наконец, воспоминания. Ну, если литераторы, если писатели, если вот эти вот билетристы, грубо говоря, могут быть необъективными, что-то насочинять. Но, извините меня, человеку очень сильно приближен, ну, кстати, к руководству Советского Союза, да, Сергею Королеву. Супер засекреченному, я так полагаю, конструктору, который заплетал ракетную технику, который вел нас в космос, который запускал Гагарина, который обладал государственными секретами. Но и он в своих мемуарах ясно и четко написал, что он на общих работах, на этом самом прииске просто копал вот это самое золото. Саш, ведь проблема-то еще в том, что, по сути дела, я даже не говорю о том, что в Советском Союзе был возрожден рабский труд заключенных. Это вдуматься, конечно, надо, что ученые трудились вот в этих шарашках, будучи за комит, ну, для любой нормальной страны это вообще за гранью. Но я даже не об этом говорю. Встречный вопрос господину Носову хочу задать, минуточку. А приведите мне примеры периодов в российской истории, когда не преследовали инакомыслящих. И вот я знаю, что сейчас многие из тех, кто... Мы кричат, что мы не хотим возврата в легкие 90-е. Так вот, как раз, по-моему, это был очень короткий период, именно 90-е годы, когда не преследовали за политические убеждения. А ведь что происходило в те же сталинские времена, когда за анекдот могли посадить? Что происходит сейчас, когда за лайк и репост могут посадить? Это не преследование инакомыслящих. Давай мы опять же, вот это больная для меня тема, давай вот опять же, я себя, любимого, приведу к примеру. Извини меня, но вот, Саш, мы вместе делаем передачи. Хоть раз мы там матерились, хоть раз мы там оскорбляли кого-то. Нет, но ты же знаешь причины, что происходило. Это же все на твоих глазах. К тебе эти майоры из Центра Э ходили как на работу, они стояли под твоей дверью, извинили тебе в звонок и говорили, разрешите вас допросить. И так было много раз подряд. И так было уже, говорил, да это я, это я, вот, то есть все, кореш, Вася, вот ведь что получается. И вот я в этом плане, Саша, вот я хочу задать тебе вопрос. Вот скажи мне, пожалуйста, вот зачем человек несет такую ахинею, которая, ну, опровергается на раз? Вот для чего это нужно? Вот я не понимаю, он себя же выставляет, ну, глупым человеком. Юра, он не выставляет себя глупым человеком, абсолютно не выставляет. Это качество кадровой политики Путина, путинского окружения, администрации президента. Он не выставляет, он просто такой человек и есть. Человек, который не учился в школе, который не заканчивал института. Он купил один диплом, купил другой диплом, купил должность губернатора. Или его просто кинули на эту должность, бросили на эту должность. Потому что он красиво перед бюджетом. Наверное, скорее всего. Я этого не утверждаю, это мое оценочное суждение. Но я прямо скажу, что человек, который живет в Магадане, вот в этой столице Колымского края, как в одной из песен поется, да? Лежал передо мной Магадан, столица Колымского края. Я помню тот Манинский порт, и вид парохода трюмы, Как шли мы по трапу на бой, в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на бой, в холодные мрачные трюмы. На море спускался туман, ревела пучина морская, Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Как трифий о жалобный стол, и с каждой груди вырывался. Прощай навсегда, материн! Ревел пароход надрывался, откачки страдали с цыган. Обнявшись, как ротные мрачья, и только порез языка. Срывались голубие проклятия. Будь проклята ты, Колыма, что названо чудной планетой. Сойдешь по неволе с ума, отсюда возврата уже нету. Пятьсот километров тайга, где нет ни жилья, ни селений. Машины не ходят сюда, Приду спотыкаясь, соленький. В парень убраны цыган, На битой битком лазареты, На красной этой весной. Я жду от любимой ответа, Не пишет она или ждет. И в светлые двери ворсала, Я знаю, встречать не придет. А это она обещала. Прощайте, и мать, и жена, И вы, малолетние дети, Звать горькою чашу до дна, Придется мне выпить на свете. Звать горькою чашу до дна, Придется мне выпить на свете. Я помню тот варенский порт, И вид с прохода у грюмы, Как шли мы по трапу на бой, В холодные мрачные трюмы. Грустная такая, зычая песня, можно сказать, да? Человек, который этого не знает, и который утверждает, что в России никогда не было политических репрессий, или идеологических репрессий, или репрессий по отношению к инакомыслящим, это просто, ну вот опять же, не хочется оскорблять, но просто это человек недалекий, абсолютно глупый, необразованный. Вот он подтверждает нулевое качество кадровой политики путинского руководства. Все. Я никого не оскорбляю, не надо у меня тут под дверью тоже потом возле калитки стоять, барабанить мне, товарищ майор. Я еще раз говорю, кадровая политика нулевая. Это может сказать какой-то абсолютно необразованный тупой сталинист, который вот там иногда, они у нас тут коммунисты, сталинисты выходят, доказывают, что Сталин был прав, и он загубил такое количество народа ради того, чтобы страна стала великой, для того, чтобы принять страну с сахой, а сдать ее с ядерной бомбой. Да никому нафиг эта ядерная бомба не нужна, потому что она не стоит даже слезы ребенка, я перефразирую того же Достоевского. Вот. Потому что убивать людей миллионами и сотнями тысяч никто никому права не давал, несмотря ни на какие идеологические установки. И вот сегодня вот этот варвар, нравственный, идеологический, моральный варвар, утверждает такие вещи. Просто вот, ну, я не знаю, где их берут, где их путинское руководство берет, вот этих варвар. Но ведь, понимаешь, Саш, вот в заключении я хочу сказать, что есть такое известное русское выражение, рыба гниет с головы. Но после этого, вот стоит ли удивляться, всеобщей дебилизацией, прогрессирующей дебилизацией в стране. Ты как человек, имеющий педагогический опыт, человек, который преподавал, ну, ты же видишь, к чему мы все идем. Ты понимаешь, что... И вот суть моего вопроса такая. Ведь, ты понимаешь, такими темпами мы в ближайшее время скатимся уже даже не в страну третьего мира, а в какую-то, я не знаю, просто отсталую провинцию. Так со всех сторон все трещит. Посмотри, вот как. Экономика трещит, да? Куда не сунется в вопросы чисто экономические, причем не с точки зрения макроэкономики, а с точки зрения нормального семейного бюджета, да? Когда уже не по 10, а по 9 яиц кладут в упаковку, да? Это экономика, да? В вопросах идеологии сплошнейшая клерикализация, сплошнейший вот этот наступающий так называемый сталинизм, когда директор ФСБ утверждает в своей праздничной речи, что действия сотрудников ОГПУ, ВЧК, там, НКВД были правильными, и они боролись там с врагами народа, да, в свое время. И это все было оправданно. Сейчас вот этот губернатор заявляет, вот эта вот страна чисто, сторона медали чисто идеологической и морально-нравственной. Вот все. Мы никуда катиться, мы уже скатились. О чем речь-то идет? Мы сейчас с тобой, мы с тобой это глаз вопиющего в пустыне. Смотри, 66% населения рвется обратно в брежневизм и сталинизм. 66% вопросили, они все хотят назад в Советский Союз. Хотя, те, кто сейчас пожилого возраста, не хотят вспоминать, как им там в конце концов жилось, в этой несвободе, глупости и нищете. И остальные там, люди, которые туда рвутся, они просто этого никогда не видели, им лапшу на уши повесили, что там все было хорошо. Они насмотрелись веселых советских фильмов, как у нас доярка ездит на красивом автомобиле, вдруг почему-то, причем при условии, что дорог не было в Советском Союзе. Лапшу повесили, и они все рвутся туда-обратно. Да вперед надо идти, экономику развивать, науку, технику, культуру, ориентироваться на лучшие образцы мировые, как в экономике, так и в идеологической, моральной, нравственной сфере. Уйти от клирикализации, отодвинуть все эти требования идеологические, которые на нас вешаются, вот этот вот самый режим. Вот это убрать военщину, военщину, милитаризацию жуткую, возрождение вот этого милитаристского духа, и спокойно делать свое дело. Чтобы ракеты не падали, чтобы дороги строились, чтобы дома не взрывались. Вот тогда что-то будет. А мы сейчас только вот в этой черносотенной многотерапии печатаем бред вот этого Сергея Лосова. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу, мягко говоря, очень странного заявления магаданского губернатора Сергея Носова о том, что в России никогда не преследовали инакомыслящих, и что Сергей Королев, он никогда не занимался на золотом прииске мальдяк западно-горнопромышленного управления золотодобычей, а разрабатывал космическую технику. Ну, я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Пока.